всем привет я сегодня на работе понедельник вот сегодня у нас похолодало дождик сколько там примерно вот утром 11 градусов а так днем 18 должно дойти ну холоднее чем 35 поэтому я сегодня в штанах это дело такие тоненькие а сверху у меня вот такая вот хбшная в два слоя тут подклад есть так как дырочки кофточка и здесь вот небольшие защипы на рукавах раньше мне казалось что это полноценный фонарик сейчас видимо со временем улеглось или что в общем я ее надела для того чтобы подумать буду ли я ее носить в дальнейшем вот смотрите то здесь спереди перфорация она вот такая прямая и до бедер доходит рукава три четверти да это вроде бы а сзади вот так просто в один слой тонкая хбшка слегка просвечивает но не сильно видите то есть прям чтобы что-то видно было полноценно нет вот в жаркую погоду я извиняюсь в жаркую погоду ее конечно не поносишь но вот в такую как сегодня а может быть даже и зимой вроде ничего но вот напишите как вы думаете ее оставлять или избавиться в принципе я считаю что она неплохая базовая единственное то что здесь такая перфорация наверное какие-то с активным по крайней мере рисунком или наверное даже вообще с рисунком низ лучше не надевать напишите ваше мнение и я буду уже от него наверное отталкиваться принимая решение голову я сегодня утром помыла но она мне еще не до конца досохла поэтому чуть-чуть пушится вот сейчас мне еще осталось брови дорисовать я только что на работу пришла тушь вот успела нанести сейчас я на работу прихожу раньше сегодня я пришла в 7 50 примерно в 7 50 мне к 8 поэтому не успеваю краситься по утрам но я уже так сколько неделю неделю или две я так работаю уже так и буду зато ухожу домой в 5 намного удобнее так ну ладно я пошла дальше собираться на должен начинать работать время уже 8 03 где-то так уже 5 часов я сейчас в парке нахожусь не надо подождать едика он сегодня попозже за мной приедет поэтому я сейчас здесь пройдусь и хочу дойти до магазина не помню там по-моему пятерочка у нас торговый центр пароход здесь недалеко и там пятерочка продуктовый здесь особо на этой стороне вариантов нет это сам пароход а там обувь мы там уже были мы там уже были на той неделе я там уже все ехала а там в гернат в кит идти у меня охота я думаю я просто не успею потому что он уже ну я думаю где-то будет через 40-40 часа где-то будет еще солнышко вышло утром было я говорила да по-моему на 10 градусов и солнца не было прохладненько а сейчас вышло и прям припекает ветер все равно прохладно смотрите какой пульверизатор симпатичный есть такой розовенький и фиолетовый он тут 189 стоит ну вот единственное не знаю насколько он качественный надолго ли их хватит потому что даже когда такие подороже берешь там беру они например 500 стоит тоже достаточно быстро погибают так то всякие перчаточки с морковками забавно и у меня перчатки уже есть поэтому мне это не надо трое корова тут новые штучки появились вот корбаски какие-то маленькие колбаски из филе вот интересно как-нибудь надо будет попробовать так я обычно подхожу смотреть у трое корова вот эти помните вам показывала с моцарелла и болгарским перцем наверное тефтельки или фрикадельки их не отличаю вот это какая-то интересная штука наверно на глазу маска пор маска для сна и ободок здесь такой жираф корова зебра что мне кажется это детский да вот тут варианты нарисованы их не так много это вот в отделе все 199 99 вот это вот что такое это подставка такая деревянная для телефона сама еще и смешка что такая штука листочка не показала больше всех понравилось и вот все-таки симпатичный набор есть разные цвета но там ярче такой сколько стоят ложки 109 рублей вот такой набор тут воронка и сетечка сетечка двух видов есть вот такой вот для заваривания чая розочка кстати в прошлый раз я не замечала тут подставки подложки вот такие вот интересные контейнеры сейчас по скидке оказалось керамические тяжелый можно воздух выпустить за 129 вот в такой упаковке влажные салфетки я еще ни разу не видела посмотрите наборчик 6 штук каждого по два с милыми котиками называется влажные салфетки мини 89 рублей очень милый наборчик но мне к сожалению не надо а так бы я взяла надо какой-нибудь десерт купить смотрите какие интересные отмилки маленькие печеньки с шоколадом там крошка и вот спинка в шоколаде но очень маленького упаковка наверное брать не буду кстати я тут стала пользоваться таким хитрым трюком я на работу себе покупаю печенье вот такое вот юбилейное простое вообще без всего это для того чтобы меньше есть на работе потому что я там люблю конфеты поесть она очень сытная его чуть-чуть съела но не надолго хватает но она не такое вкусное и у меня нет желания его есть целыми днями поэтому я могу за день съесть три штучки или две вот таких вот целых печеньки и будет достаточно то есть по чуть-чуть так откусываю с чаем запил или кофе и вообще замечательно то есть из-за того что они не такие вкусные у меня нет желания много есть а из-за того что они сытные мне хватает надолго вот я уже пользуюсь почти месяц этим трюком пока работает вот неплохой вариант это тульские треники в принципе всегда вкусно и вот внутри новый какой-то вариант появился с имбирем и начинкой со вкусом марципана вот марципан меня привлекает тут еще мед написано взять наверное пробуем какой интересный мармелад нашла смотрите губки вот такая видимо кола бутылочку так это что такое о это какая-то рожица страшная фо это гадость так и че все что ли похоже это все варианты и вот майонезик надо взять я как раз заканчивается вот в такой упаковке еще как-то похож на настоящий майонез остальные даже в мягкое мне что-то уже кажется поделкой поэтому сейчас стараюсь только такие брать интересное без это наверно можно десерт павловой делать смотрите так то симпатично так вот тут еще есть чак-чак я прошлый раз брала себе вот такую вот маленькую штучку и вот конкретно вот этой марки караван-сарай не понравилось он очень жирный прямо даже привкус оставался а вот в таких упаковках но я обычно другую фирму беру главное нас свежий попасть очень вкусно крошечки вот такие за 109 рублей здесь голубая розовая так я лучше вам вот так покажу еще зелененькая а вот это похоже 99 рублей такое ощущение что вручную нарисовано интересно а эти как будто бы мрамор какие-то разводы 149 вот такая очень красивая я уже вышла из пятерочки больше ничего не стала брать в принципе это будет достаточно а кстати я не думала а я еще купила кофе крема и чипсы взяла мне тут на днях захотелось чипсы думаю надо брать тут что то с этой стороны здания солнца вообще нет здесь видите как темно что у меня как-то фон размыт приходится на телефон сегодня снимать камеру не взяла пойду сейчас сяду где-нибудь подожду я его он уже скоро приедет я думаю время уже 6 а он 6 как раз заканчивается сегодня уже другой день уже четверг настал я снова на работе хотела вам показать вот эту вот футболочку помните как-то я ее уже одевала с джинсами по-моему и хотела еще раз поносить чтобы принять уже окончательное решение были у меня там сомнения вот сегодня я как раз это сделала снова одела с штанами потому что ну к юбкам не знаю мне ни к одной юбке не нравится такое сочетание поэтому я ее в основном со штанами и ношу снова вот так вот заправила зайди на выпуск вот штаны в этот раз уже вот такие серые они на самом деле длиннее я их просто подкручиваю потому что совсем мужской образ получается вот так хотя бы как-то полегче потому что они со стрелочками такие в общем даже когда я ее сегодня надевала мне уже было очевидно решение все-таки я в ней себя чувствую некомфортно она вроде бы такая мягкая приятная не давит и так далее но я себя ощущаю в ней как в мешке скорее всего это связано вот с тем что тут вот так ну типа как летучая мышь да сделана она такая широкая нет плечей вот эти вот лишние складки образуются достаточно широкий вырез и тоже когда нагибаешься это все открывается некомфортно хотя по идее качество конечно у нее классное там асима дути она ну мне кажется они вообще плохого качества одежды наверно не делают вот но мне в ней некомфортно поэтому от нее избавлюсь у меня там на самом деле накопилось еще несколько вещей вот юбку я тоже буду отдавать еще какая-то штука я если честно уже не очень помню потому что это потихонечку убирается я вам потом покажу поподробнее я сейчас хочу дойти до магазина я все никак не могу купить на этой неделе лосьон у меня закончился для лица пользуюсь вот все время кремом и чувствую что кожа уже стала немного портится некоторые люди я знаю без тоников без лосьонов вообще спокойно обходятся нормально у них все а у меня прям сразу же чувствуется что то ли увлажнение не хватает ну как-то текстура меняется поэтому сейчас пойду что-нибудь куплю как раз эти к сегодня опять до шести у меня есть время и консилер помните мы сами косметику когда перебирали выяснилось что он у меня всего один и мало его там осталось вот надо обновить вот сейчас опять иду в парк все в тот же люди все ходят вот сейчас пойду через тот же парк парфюм лидер у нас находится в гранате не знаю там получится у меня снимать или нет там обычно продавцы все время ходят попробую что-нибудь знаете что у нас случилось мы вчера пришли домой у нас же все пирожок любят по больницам ходить а в этот раз пришли домой и у нас чернуш что-то вообще странно себя ведет она вялая вообще не бегала ну она ходит но ходит так осторожно чувствуется что ее что-то беспокоит не ела вообще ничего делала пару попыток но мы склоняемся что возможно что-то у нее с зубами потому что она вроде как пытается сделает два укуса и как будто не получилось бросает все потом ничего не ест после этого даже она ни молоко ни сметану не ест поэтому сегодня записались на прием посмотрим что там нам скажут надеюсь ей не стало хуже не получилось ее вчера отвезти мы хотели сразу но она у нас в эту переноску вообще не залезает но она же у нас такая очень активная шустрая и если она чего-то не хочет ее заставить вообще просто нереально вот и мы ее когда в эту в когти точку ой переноску пытались поместить она вообще выпрыгивает в какой-то момент я уже подумал что у меня сейчас сердце лопнет так она боялась поэтому оставили ее в покое думаем ладно пусть один день еще побудет вот мы за ней заодно понаблюдаем все симптомы соберем вот там еще несколько моментов мы за ней заметили вот сегодня в пол девятого у нас прием сходим ну я не знаю если честно я очень боюсь что у нее какое-то заболевание вдруг вылезло или ну в общем я не знаю не буду гадать даже буду надеяться что все не так плохо вот сегодня у нас солнышко вышло вот я уже по парку иду у нас такой приятный парк я не очень знаю точнее я вообще не знаю как он называется но здесь так облагорожено для детей очень много всяких конструкций вот они там за кустиками это я сейчас иду по окраине этого парка по центральной дороге там много и скамеек дети постоянно гуляют с родителями сейчас я наверное разверну камеру пытаюсь вам показать что-нибудь это у нас район юго-запад вот за пароходом может быть кто-то знает как называется этот парк тут на юго-западе их несколько но вот этот именно за пароходом здесь вот так всегда чистенько тут вот видно не видно вам сейчас подойдем к вечной елке она тут и зимой и летом всегда стоит тут и цветочки садят в прошлый раз когда я здесь сидела на скамейке приезжала машина вот прям вот по вот этой территории она ездила и ко всем клумбам подъезжали поливали я раньше такого не видела видимо какие-то новые правила у них так пойдемте мы с вами вот тут придем тут как раз горочка вот видите вот так идешь и постоянно какие-то конструкции встречаются зимой тут тоже кстати есть чем заняться вот видите на той стороне далеко деревянная горка ее там водой поливают ну как ледяная получается тут какие-то инсталляции в общем просто погулять здесь так хорошо те кто рядышком живут наверное довольны вон питуньи сколько их тут видно вам нет у меня тут экранчик маленький не уверена что видно так ну ладно я тут уже выхожу из парка я не стала прям через центр идти мне надо быстрее добраться потому что время уже где-то без двадцати или половина шестого мне надо еще по магазину походить повыбирать зашла в галамарт тут появились вот такие новые контейнеры привлекли мое внимание потому что я ну очень люблю наборами мне постоянно нужны и большие и маленькие я все использую вот они тут для еды можно замораживать греть по разному использовать вот крышки тут такие вот сдержанные и они на самом деле очень твердые обычно более такие гибкие эти тверденькие есть два варианта тут пять штук это 199 еще вот такой вот есть три штучки он 119 но серия так не моя та же ну вот эти вот были я прошлый раз их видела они разных цветов по три штучки эти недорогие они по скидке сейчас идут 62 рубля вот такие вот мисочки очень приятные цвета стали делать в последнее время прям все хочется купить этот 199 по три штучки здесь цвета одинаковые в принципе тут по контейнерам больше ничего мне особо не понравилось вот эти вот но пока брать не буду у меня столько контейнеров надо со своими разобраться так я тут себе взяла вот такую вот штуку это для стиральной машины от накипи и нам в ветеринарку надо сегодня нам в ветеринарку вот эта тетрадочка пригодится чернуши будут записывать рекомендации у нас у пирожка есть своя а у чернуши нет потому что никто кроме него и не ходил в ветеринарке так это подносики вот мне больше деревянные нравятся всякие досочки ну и этого пока у нас полно поэтому к сожалению ничего нельзя брать ну в смысле я сама себе не разрешаю вот моя любимая серия посуды очень мне нравится вот этот чайничек и вот эта баночка тираться какой-то типа камень ага тут кстати сахарница есть я об этом не знала точнее забыла кружечка мне вот единственное вот эта тарелка не очень нравится смотрите прям совсем волнистая вот эта нормальная мне к сожалению ни к чему не подходит хоть это и очень красиво но будет сильно выбиваться вот эта вот серия тоже очень интересная смотрите но хочется если уже брать то комплектом а тут видите как-то недостаточно тут нет маленьких тарелочек нет плоских только вот такая тут как будто бы сервировать что-то вот это тоже кстати интересно это по-моему из новых ну вот крошка такая прям массивная я люблю матовые но тут совсем как-то форма грубовато смотрится что-то вот не то вот это старая серия но по-прежнему такая интересная а Мэдику нравится эта серия а мне больше вот эта моя любимая моя любимая какая прелесть эти полотенчики идут вот с таким вот что это короче такая деревянная подвеска вот они там разные очень мило хочется взять цепля 139 я так понимаю они стоят в принципе неплохие плотники берегите себя и своих близких что такие большие вот так мило мы тут уже домой едем давайте я вам быстренько покажу что я тут купила так ну тетрадку вы видели это для чернуши так вот такая вот штука от накипи надо попробовать какая-то маленькая упаковочка прям не семерная сейчас посмотрим сколько стоит что надо попробовать всякие понимаешь так вон 28,50 всего 300 грамм надо посмотреть сколько обычно в таких упаковках идет объем у нас дома какая-то есть надо сравнить так теперь я взяла гекселин это так не очень интересно что-то в машине не очень удобно снимать все падает у меня помните я вам рассказывала про душ которая водостойкая у меня закончилось средство для снятия макияжа она еще в хорошем состоянии вот я думала что делать увидела вот такую вот баночку вон там сейчас по скидке шла в парфюм лидер 99 рублей решила ладно в принципе если тоже и закончится в процессе но она же обычно тоже снимает поэтому пусть будет это от какой-то гиалур марки так для глаз специально сколько там стоить 110 миллилитров в общем посмотрим в прошлый раз у меня от гарния была там тоже небольшая баночка а лосьон я взяла вот такой от лориаль 179 рублей этот идет с увлажняющими вот гиалуроновая кислота с увлажняющими компонентами а мне как раз сейчас ну надо восстановить считаете неделю тоником не пользовалась лицо подсохло одного крема недостаточно все-таки 200 миллилитров здесь по-моему да от лориаль я не помню я по-моему каким-то пользовалась но там была другая упаковочка прямоугольная ой слуха падает в общем посмотрим ну-ка дерется тут так я что-нибудь взяла еще нет а вот я что-то в консилер взяла вот это вот а там особо выбора не было был вариант от мэйбелин но он там по цвету мне не подошел был супер светлый супер темный взяла вот такой от эстрады не ну там еще были какие-то golden rose вылайн и так далее но они это мне кажется не очень хорошо держится вот такой я ни разу не пробовала и вообще от этой марки ничего не брала вот протестируем взяла не самый светлый цвет потому что видно сразу на лице такой средненький надеюсь нормально будет ну и в принципе все больше ничего не брала только лопчики валяются так надо сейчас убрать надо сейчас убрать выбор